Здравствуйте! Модель камеры указана в названии. Данная камера видеонаблюдения от Hikvision оборудована системой ColorWoo, а значит умеет снимать цветную картинку ночью. Камера предназначена для установки на улице, имеет пылевлагозащиту по стандарту IP66. Оснащена она двумя 4-мегапиксельными сенсорами, о чем говорит надпись TandemWoo. Фактически это две независимые камеры видеонаблюдения в едином корпусе. Первая камера панорамная с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, а вторая камера PTZ имеет вариофокальный объектив с диапазоном фокусных расстояний от 4,8 мм до 120 мм. Помимо оптического 25-кратного зума, она имеет полноценное управление и способна вращаться в горизонтальной плоскости на все 360 градусов. Собственно за это и покупают подобные камеры. Комплектация. Камера. Кронштейн с метизами, блок питания на 12 вольт, шестигранный ключ, герметичная муфта, документация. Есть поддержка поя, а также разъемы для подключения внешних микрофонов и динамика. Открутив заднюю крышку, сразу вставляем карту памяти. Комплектные распорные дюбели мне не подходят, поэтому кронштейн цепляем на болты М6, но лучше было бы на М8. Продолжение следует... Примерно вот так снимает данная камера Хиквижн днем, на абсолютно базовых настройках. Фокусировка, экспозиция, баланс белого, резкость, шумодал и все остальное на дефолтных значениях, но при желании картинку можно поправить. По большому счету все эти настройки одинаковы для всех камер этого бренда и у меня уже есть об этом отдельное видео. Там же показано как активировать камеру, выбрать разрешение, битрейт картинки, настроить режим записи, дистанционного управления со смартфона и многое другое. Пожалуйста, не пугайтесь тишины, поскольку камера не имеет встроенного микрофона. Пугайтесь. 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 автоматически следовала по заданному маршруту и вела патрулирование, нужно указать для нее путь. Для начала вам нужно создать несколько предустановок. Проще всего зайти в меню просмотр в реальном времени, выбрать нужную камеру, не забываем, что у нас их две, и зайти во вкладку предустановки. Направляем камеру в интересующую нас точку, зуммируем и при желании поправляем фокус, хотя автоматически работает очень корректно. Теперь кликаем по существующей или новой предустановке и сохраняем. При желании повторяем процесс и формируем необходимое количество предустановок. Функция быстрого переключения обзора камеры между предустановками доступна и со смартфоном. Если нам нужно, чтобы камера переходила по заданным точкам самостоятельно, то необходимо перейти во вкладку патрулирование. Для данной камеры доступно создание 8 независимых маршрутов патрулирования. Выбираем уже существующий или пустой и просто нажимая плюс добавляем нужные нам предустановки. Теперь выбираем номер нужной предустановки, задаем скорость и время. Запускаем режим патрулирования. Скорость поворота камеры измеряется в градусах за одну секунду, поэтому если мы установим значение 30, то это значит, что разворот камеры на 180 градусов в горизонтальной плоскости будет длиться 6 секунд. Выбираем большее значение, если нужно, чтобы камера передвигалась между предустановками быстрее. Время указывает количество секунд, которое камера будет отображать данную предустановку, прежде чем перейдет к следующей. Минимальное значение здесь 15 секунд, если нужно быстрее, то только руками. Режим цикличен, когда камера пройдет последнюю предустановку в данном патруле, она автоматически переходит к первой. Ну а теперь давайте посмотрим на цветной режим ночью съемки ColorWoo. Чудес не бывает, и для корректной работы цветного режима камера использует дополнительную встроенную диодную подсветку. Вот так ночная картинка выглядит на фиксированной панорамной камере. Кстати, чтобы скрыть нежелаемые для съемки зоны в кадре, можно использовать маски для каждой из двух камер. Заходим в меню конфигурация, изображение, маска конфиденциальности, рисуем область, нажимаем добавить и сохранить. Можно выбрать желаемый цвет области или ее размытие. А теперь давайте посмотрим, как ночью в цвете снимает PTZ камера. Первые четыре предустановки кроме цифрового шума ничего не показывают, и только при переходе в зону с подсветкой появляются краски. Чтобы не затягивать видео, я быстро сменяю предустановки в ручном режиме, поэтому режим автоматической фокусировки не всегда успевает корректно отрабатывать. На самом деле ситуация с резкостью в кадре значительно лучше. Если бы светила луна или горели фонари большого города, то картинка была бы многим лучше, но я показываю реалии частного сектора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и для наглядности посмотрим режим ночной съемки, полученный при помощи стандартной и инфракрасной подсветки. Напомню, что камера снимает с разрешением 2560 на 1440 пикселей и для того, чтобы оценить картинку полноценно, вы должны выбрать это разрешение в настройках видео. А еще ваш экран должен уметь разрешать подобную картинку или даже большую. Если ваш дисплей имеет Full HD разрешение, то вы увидите картинку на 30% хуже, чем она есть на самом деле. Но не все так критично. В астрономии есть понятие звездная величина. Это некое значение ступеней яркости небесных объектов, которые способен воспринимать человеческий глаз. Огромное количество людей, правда, физически не способны отличить по яркости объект второй звездной величины от объекта третьей звездной величины, но в среднем человеческий глаз, пусть и не с первой попытки, но должен видеть разницу. А меж тем приборы показывают, что эта разница в яркости составляет примерно два с половиной раза. Это я к тому, что в реальной жизни наши 30 процентов детализации даже на телевизоре с размером экрана 100 дюймов мы вряд ли заметим. А говорить про мониторы, планшеты и экраны мобильных телефонов я даже и не буду. Благодарю за внимание. Приятного councilII показал и встречал Решение Благодарю за внимание. jew箱 и вы fabric 뜻. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...